Акто их Сегодня у нас слева от меня руководитель этой архиерейской певческой капеллы Полина Анатольевна Калашникова Здравствуйте Полина Здравствуйте А также участники этого замечательного певческого коллектива Елена, Паша, Арина, Вадим, Аня, Таня и Кирилл И мы сегодня расскажем о том, в замечательном информационном поводе, что в эту архиерейскую певческую капеллу с какого уже числа объявлен набор? С 6 сентября объявлен набор в школу То есть можно к этой семье присоединиться Расскажите нам, пожалуйста, Полина Анатольевна, подробнее о том, как это можно сделать Ну, во-первых, я хотела бы рассказать именно с чего начался наш хор Это был 2000-й год, когда состоялся визит патриарха Алексея II на нашу уральскую землю И вот тогда нам с бывшим, предыдущим руководителем Алексеем Евгеньевичем Волдяковым попросила отделца хороприкадских школ собрать хор И тогда как раз и состоялась наша такая, ну, началась наша такая семья Вот, и я хочу передать слово Елене Соколовой Вот она со мной тут сидит, которая как раз в том хоре пела Потому что именно с того времени, когда нас благословил патриарх Алексей II, началась наша история нашего хора И я придаю ей слово Ну, в 2000 году, как Полина Анатольевна уже сказала Я с мамой увидела объявление в храме о наборе детских хор для встречи свящего патриарха Я заходила в музыкальную школу, видела петь, но вот православного такого хора у нас еще не было в городе И мне, конечно, заинтересовало меня это Мы пришли на прослушивание, меня взяли, вот И думали, что это, ну, как бы так вот, встретим патриарха и вроде как... Мы не разойдем Да-да А оказывается, что вот так надолго все это получилось И благодаря хору до этого я как бы не думала свою жизнь связывать с музыкой Но тут я научилась петь, научилась в службе И стала сейчас петь также на клиросе в храме, на урамаше Иногда даже доводится регендовать Закончила музыкальное училище тоже вот благодаря хору А когда пришла, уже было музыкальное образование? Ну, я вот пришла в 9 лет, ну, получается Ну, в классе в третьем я была в музыкальной школе У нас есть дети, которые в музыкальной школе Есть, которые просто даже, вот, например, Вадим у нас, он в музыкальную школу не ходил Но сейчас, например, он поет бас Ему теперь помогает Кирилл, у мальчишек голоса же меняются Если раньше у нас все-таки был упор на детские голоса Но сейчас все-таки для богослужения Очень важно, чтобы появились именно басы Потому что, во-первых, у нас же есть и младшие дети, и старшие Вот мы, когда, у нас детей очень много В районе 100 человек Ну, поющих тех, которые вот уже могут петь на службе Их там человек 50-60 Поэтому мы вот последний год прямо делим детей От 8 до 13 лет И от 14 там до До уже до невест Вот садь, действительно Потому что ребята у нас из хора не уходят Вот, например, Арина, она Трофанюк тоже сейчас учится в музыкальном училище На дирижерском хоровом Вроде бы уже 18 лет Или 19? 19 19 вспомнилась Но они уже помогают Что Лена помогает регентовать? Арина, Влада, Бондаря Вот они все на подхвате Все здесь Поэтому у нас в хоре не просто то, что там вот Я там стою у хора У нас 7-часовая литургия В храме на корове Потом 8-15, пока я заканчиваю 7-часовую Или Лена начинает Или Арина Или Влада Они начинают службу Потом я прихожу Все уже стоят поделенные на два хора Вот одни и другие Вот я туда-сюда У меня такое То есть ребята, понимаете Самое главное, что они учатся петь на клиросе Не просто что вот встали я, регент встала, руки подняла Все запели Они сами-сами Поэтому, наверное, самое главное в нашей дружной семье Что у нас нет человека, который действительно не пригодился Дети 8-7 лет, они пока сами литургией не могут спеть Это так, Вадим? Конечно Расскажи Ну у нас Самое главное для нас Это, конечно, служба Потому что мы церковный хор православный И мы занимаемся очень серьезной подготовкой к этим богослужениям Вот Ну и Особенно последний год Мы придумали вот такую практику Не знаю В общем, мы решили сделать так, чтобы у нас и дети пели Самые маленькие И если вы посмотрите У нас самые юные дети на клиросе Это 5 лет, 6 Это вообще удивительно Я вот когда пришел в хор Это был 2005 год У нас тогда был юбилей у хора Мне было 6 лет Я вот вспоминаю, чем я тогда занимался Ну я приходил на занятия Там Пел Немножечко Но вот на службах не принимал участия никакого Ну просто приходил там, причащался А когда мне исполнилось 9 лет Это у нас появились еженедельные воскресные службы Это для меня было просто совершенно новое что-то Что-то необычное И вот с того времени я начал более такую церковную жизнь Более верующего человека То есть можно ли сказать, что капелла приводит и к духовной жизни тоже? Да, да, приходят Приходят все дети, кто у нас поет Они все постепенно становятся верующими Ну если кто еще не так, чтобы верующий Так мало того, что дети Еще и их родители, и бабушки, и дедушки Да, у нас еще и родители поют Конечно Хор встают, но еще с родителями занимаемся Поэтому можно даже сказать, что Наш хор занимается просветительской деятельностью Миссионерской Миссионерской, да Ну еще можно сказать, что Вас знают Многие наши телезрители уже очень хорошо Вы достигли за эти 14 с лишним лет очень больших успехов И всегда интересно пообщаться с людьми напрямую Вот что у вас произошло за это время Какие вехи были в жизни капеллы Какие изменения, какие путешествия, может быть Паш, может скажешь, какие путешествия были? Мы вот совсем недавно ездили в Америку Вот на освящении храма В честь Иоанна Шанхайского Вот В Италию ездили А в Италию куда? В баре? Ну да А не только в баре Арина Решку скажи Ну мы, можно сказать, объездили всю Италию То есть мы были в баре У мощей Николая Чудотворца Мы побывали на таких святых местах То есть мы даже служили в пещерном храме Который находится в горах То есть мы побывали в таких местах Где обычных людей не пускают То есть нам это дозволили Нужно добавить, что мощей апостолов А мы, да, Танюш? Да Добавь, расскажи там, где мы были Мы были У нас изучаешь итальянский язык Поэтому она у нас А по-итальянски вы поете? Исполните? Ну Я думаю все еще впереди Еще споем на итальянском На самом деле Отличная возможность съездить с хором Потому что когда ты едешь сам Ну не совсем получается Каждый день там на литургию Каждый день к какой-то новой святыне приехать Когда с хором Это постоянно богослужения Постоянно новые святыни В Италии мы были у мощей Андрея Первозванного У мощей апостола Фомы У святителя Пантелеймона Ну естественно в баре У святителя Николая Без этого никуда Да, действительно Мы уже в храме поем Патриаршем по двору святителя Николая Поэтому Владыка Викентий Еще будучи Когда у нас был Владыка Викентий Он тогда благословил нас Кстати, после поездки в 2008 году Тут ребята помнят Да, Кирюш, помнишь, вы ездили? Вот И Леночка ездила По-моему, Вадим ездил Да? Там потерялся Помнишь? В Ватикане у нас потерялся Вот И тогда, кстати Вот решался вопрос По дворе как раз достраивалось Но храм еще был недостроен И вот как раз после этой поездки Мы обратились к Владыке Викентию И он такой с радостью Ну конечно Потому что храм Действительно замечательный Да? Много вопросов решается После поездки Не только хоровых Еще каких-то личных Ну а так, чтобы вас послушать Мы, конечно, анонсируем Ваши концерты Выступления Которые приурочены Каким-то событиям А если Просто люди ищут Где послушать Кто их Где у нас можно послушать По воскресеньям Каждое воскресенье В подворье В восемь часов Начинается литургия Ну а если Раньше кому-то То это в храме на крови В семь часов утра Да Это имеется ввиду Патриаршее подворье Патриаршее, да В восемь пятнадцать и В храме на крови В семь утра Начинается литургия Божественная Но если вот все-таки Решили родители своего ребенка Вручить На воспитание Вот в певческую капеллу Куда им надо обратиться Ну обратиться можно будет По телефону Вот И обратиться можно будет Ко мне по телефону Восемь девятьсот Двенадцать Двести восемьдесят Семьдесят девять Тридцать четыре И там второй телефончик Тоже есть Ну можете пожалуйста Ко мне обращаться Потому что у нас Действительно ребята Уже рассказали Что у нас не просто хор Это действительно семья И у нас и сплавы И что только нет И в монастырь Мы вместе на послушание ездим Кто расскажет о монастыре? Давайте я Вадим Есть такое прекрасное место Верхнеческие городки Наш владык Кирилл оттуда Вот он там родился Там женская пустынь Женский монастырь И вот когда туда приезжаешь Я в первый раз приехал В этом году Вместе с хором Я поразился просто Настолько там красиво Там и природа богат Это Пермский край И замечательные постройки Еще может быть древние И даже дореволюционные встречаются Ну редко конечно Деревянные Очень красивое зодчество И когда там приходишь в храм Маленький у них Еще оставшийся И отреставрированный После богоборческого времени Когда в него приходишь И вот настолько молитвенное ощущение Появляется Но это Но я обязательно рекомендую Туда съездить вам Вот Анечка, расскажи тоже Своё впечатление Вот там монастырь Ты тоже первый раз была Да, я тоже ездила Первый раз Мне безумно понравилось Я когда приехала Просто поразилась Вот красотой Нашей русской природы Там Пермский край Очень живописные места Что самое интересное Что когда я приехала домой Я во время поездки фотографировала Когда я приехала домой Я показывала своим друзьям Фотографии Чтобы они тоже посмотрели Как там красиво И получилась такую реакцию Что Ну Места как места Вот в окно Посмотреть У нас вот за городом Такие же места Что-то в них нашла Вот И видимо там Не столько красота Вот именно природа Как там духовная красота Святое место То есть фотографиями не передать Фотографиями вообще не передать Вот я туда съездила Каждое утро просто вставала Выглядывала в окно И так хорошо было на душе Вот там окунались Святые источники В источнике Казанской иконы Божией Матери И в источник Святиль Николая Чудотворца Я окуналась Первый раз в жизни Начали очень сильно Боялась Потом окунулась Вот Каждый день ходили на источник Окунались Потом приехали И обратно Хотелось Поездка вообще просто Очень светлая Добрая Там очень добрые люди Светлые там матушки Все очень добрые К нам относились Но если вот Петь тут И надо фактически Брать ноты Ну Подрепетировал Сразу петь Для этого соответственно Нужны профессиональные навыки Поэтому Соответственно И сколько времени Это надо посвятить этому? Ну мы занимаемся Два раза в неделю В субботу В воскресенье Вот как раз 6 сентября В патриаршем подворье В конференц-зале Будет Прослушивание С трех часов До семи вечера Мы еще в рамках Ведущего дня Из этой студии Будем анонсировать Да-да-да И седьмого числа У нас будет После литургии Пожалуйста можно В восемь часов прийти на литургию Сами помолиться А потом прослушивание То есть мы вообще всех У нас нет такого что мы берем Все-все вот кто тут прошел Сначала не могли звука даже Фактически издать Вот мало кто да Вот Кирилл я помню пришел Он тоже вот все вот Ну потому что во-первых стеснялись Барабели Было такое да? Сначала да Сначала да Зато теперь по всему миру Зато теперь Поэтому конечно очень важно Желание Особенно желание родителей Потому что И желание ребенка Но главное чтобы родители Водили детей Потому что когда большие дети Они сами ходят А маленькие Ну что мы можем сказать Вот зрителям осталось буквально У нас минута где-то Минута Ну что мы хотим сказать ребята Давайте споем Споем? Да Мы хотим сказать что Мы ждем новых лиц Мы ждем новых людей Новых друзей И с распростертыми объятиями А готовы делиться опытом? Там надо же будет поучить Кому-то что-то подсказать Если люди придут Без музыкального опыта Ну давайте споем Чтобы мы успели К нашим телевизорителям Давайте я тогда микрофон подержу Как-то Как чтобы Баш создатель Всего света На котором мы живем Все здесь собравшись Многое лето Многое лето Дружно хором пропоем Многое лето, лето, многое лето, лето Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето